Здравствуйте! В эфире программа «Разговор по существу». Сегодня мы беседуем с руководителем Магаданского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии «Магадан-НИРО» Максимом Гороховым. Максим Николаевич, здравствуйте! Здравствуйте! Сейчас идет лососевая путина. Расскажите, сколько в этом году можно выловить, какой именно рыбы и сколько уже выловили? В этом году очень неплохие прогнозы по подходу лососевых к побережью Магаданской области. Начальные объемы, которые мы выделили по Горбуши, это 6760 тонн, по Ките 1770 тонн, 10 тонн Нерки, Кижуча 272 тонны и 573 тонны Гольца. Но, учитывая, что подходы оправдались, то 25 июля нами была сделана добавка, которая составила 2600 тонн Горбуши и 1000 тонн Киты. Соответственно, в настоящее время Горбуши в общем выделено 9360 тонн, из них 5920 уже добыто. Киты 2770 тонн, из них 1450 уже добыто, порядка 52%. Ну, Нерка уже прекратила ход, добыто 5,5 тонн, а Кижучу ход еще толком не начинал, поэтому добыто только 2,5 тонны. Ну и Гольца освоено уже 46%. А до какого периода можно освоить все 100%? Ну, насколько я понимаю, в этом году Горбуша в полном объеме освоена, скорее всего, не будет, учитывая, что ход Горбуши уже заканчивается, и заявок от рыбопромышленников именно на Горбушу уже не имеется. Ну, а Кита еще будет освоена в полном объеме, и, возможно, нам надо будет рассматривать вопрос о выделении еще дополнительных объемов по Ките, поскольку в этом году, на удивление, залив Шелихова, дальние реки очень хорошо показывают и вылов, и подходы очень большие по Ките, а Тауйская губа еще не приступила, собственно говоря, даже практически к вылову, поэтому вполне возможно, что по Ките необходимо будет делать еще добавку. Ну, по Кирычу пока рано судить, поскольку Кирыч идет позже. А по сравнению, может быть, с прошлыми годами в этом году много, мало? В этом году, если сравнивать с последними семью годами, то выловы наиболее большие, то есть они выше среднего многолетнего, но, опять же, это в основном по заливу Шелихова. По Тауйской губе ситуация по Горбуше пока не дотягивает до среднемноголетнего уровня. В связи с этим и введены проходные дни, которые и на Ольскую группу рек, это три проходных дня, и на Тауйскую группу рек два дня, они сохраняются, и, соответственно, в настоящий момент мы можем говорить о том, что практически достигнут оптимум заполнения нерестилищ по Горбуше в целом в Тауйской губе. Этим летом рыбакам разрешали вылавливать по две рыбины бесплатно, не повредить ли это популяции, потому что правоохранительные органы не всегда успевают проконтролировать, ведь могут не ограничиться двумя. Ну, вообще, эта мера просчитана, нами учтена, по большому счету, то есть это по нашим рекомендациям разрешено вылавливать два хвоста. Но понятно, что при решении указанного вопроса мы исходили из презумпции законопослушания всех пользователей. В связи с этим, ну, сложно сказать, повредит или не повредит. То есть, если не будет перегибов, то, соответственно, не повредит. Но просто, насколько я знаю, уже даже вплоть до того, что написано несколько уголовных дел охотским территориальным управлением именно на подобных рыбаков, ну, это, конечно, уже перегибы. Любой незаконный промысел, он вредит популяции по умолчанию. А разрешат ли такой вылав в следующем году или, может быть, даже увеличат количество? Ну, увеличение количества хвостов вряд ли будет, поскольку мы пока не готовы рассматривать именно увеличение, поскольку надо проанализировать ту ситуацию, которая на сегодняшний момент будет и в социальном плане, и, как скажется, это все на популяции, все равно есть определенные опасения, скажем так. Но пока разговор о том, что это будет запрещено, не идет. Более того, вступает же в силу новый федеральный закон о спортивно-любительском рыболовстве. Соответственно, там предусматривается, что можно на удочку добывать без ограничений. Возможно, все-таки количество и будет увеличено. Ну, надо анализировать по итогам этого года. Это будет сводный анализ по всему Дальневосточному округу, есть ли от этого какие-то минусы или все-таки больше плюсов. Поэтому в настоящий момент говорить о том, будет ли такой вылов или не будет на следующий год, ну, я думаю, немножко преждевременно. А сейчас, может быть, вы уже видите какие-то плюсы и минусы? Ну, плюсы, это, собственно говоря, то, что в значительной степени снимаются социальные некие аспекты. Минусов для популяции при лове, ну, повторюсь, при законном лове на удочку без путевки мы, как наука, собственно говоря, не видим. Поэтому, ну, в принципе, наверное, все-таки больше плюсов, чем минусов. А вот вообще сколько процентов от всей рыбы вылавливают обычные рыбаки, не рыбопромышленники? Те объемы, которые выделяются на спортивно-любительское рыболовство, это около 10%. В настоящий момент это 66 тонн было выловлено уже по спортивно-любительскому рыболовству. Может быть, какие-то уже есть прогнозы по пути не на следующий год? Ну, прогнозы в любом случае есть, но они очень предварительные, поскольку при прогнозировании учитывается очень много дополнительной информации. То есть, в настоящий момент не проведены еще исследования судами Тинро-центра. То есть, ну, неполный объем информации, на самом деле, у нас на настоящий именно момент. Ну, предварительные объемы, которые будут очень сильно уточняться, уже имеются. Примерно 2200 тонн. Вот по Горбуши ситуация будет уточняться еще очень серьезно, но пока предварительная цифра порядка 3500 тонн, что очень немного, на самом деле, по сравнению с текущим годом и прошлым. По Кижичу порядка 200 тонн, ну, по Кольцу 450 тонн. Вот ваш институт дает разрешение, да, на вылов рыбы, не только рыбы, и крабы, и креветка, и другие обитатели. Как вы определяете, сколько можно поймать? Расскажите поподробнее, пожалуйста. Ну, это целый комплекс мероприятий, который предусматривает, ну, прежде всего, мы определяем ареал обитания определенного вида водных биологических ресурсов, потом на основании облова по контрольным точкам определяем примерно, примерную численность этой популяции, потом на основании выработанных и множество раз проверенных алгоритмов просчитываем в зависимости от того, какой это вид водных биологических ресурсов, возможный объем изъятия. Он составляет от, ну, в зависимости, опять же, от вида водных биологических ресурсов от 4 до 18% от численности популяции. Ну, то есть, если это рыба, то там больший объем возможного изъятия, если иные объекты, то, ну, то есть в зависимости от объекта. Если высчитывается тот объем изъятия, который не навредит популяции, ну, надо же учитывать, что слишком хорошо, тоже нехорошо, то есть чрезмерное количество популяции приведет к снижению кормовой базы, соответственно, все равно численность автоматически упадет, причем упадет, может, даже вплоть до катастрофической цифры. Поэтому изъятие — это тот процесс, который необходимо проводить, регулируя именно популяцию. А чем сейчас живет институт? Расскажите о новых последних исследованиях. Ну, институт стабильно проводит определенный объем исследований, который позволяет прогнозировать те объекты. Ну, мы прогнозируем 54 в общей сложности объекта водообиологических ресурсов. Ну и, кстати, надо сказать, что лосось менее полутора процентов от общего объема прогнозируемого институтом занимает. Естественно, проводятся текущие работы по мониторингу выловов на судах, ментая, сельди, крабов, трубачей. То есть, что хотелось бы из последних новых исследований отметить. Позапрошлым и в прошлом году мы отрабатывали биотехнологии выращивания в целях компенсации ущерба, нанесенного пользователями водно-биологических ресурсов. Мы отработали технологии выращивания сеговых на территории Магаданской области, а в позапрошлом году выпускали даже осетровых. Ой, в прошлом году, простите. То есть, доказали по большому счету, что на территории Магаданской области осетровые также можно выращивать. И насколько это может быть масштабно, насколько это интересно и привлекательно? Все зависит от мощностей. Но надо сказать, что в свое время на Колыме, вплоть до того, что были промышленные объемы для изъятия, не глобально значительные, но порядка 5-8 тонн спокойно дозволялось изымать. Вот вы говорите, что волосевы, да, это всем маленький процент. А каких еще жителей моря вы изучаете, за кем вы следите, наблюдаете? Ментай, сельд, трубач, крабы различных видов, креветки, корюшка, навага, морзверь. 54 объекта. А на какой территории вы работаете? Мы работаем на территории, прилегающей к Магаданской области, акватории и водных объектов. То есть у нас по положению прописана именно территория Магаданской области. Но это не только море, наверное, но и реки, да? Да, конечно, это и реки, пресноводные объекты, море до определенной параллели. То есть северо-хатаморская подзона практически полностью является нашей зоной ответственности. Частично западно-камчатская подзона. А сейчас ваши сотрудники выезжают в поля, на реки, далеко? Да, конечно, у нас в настоящее время на мониторинге промысла, допустим, лосося, находятся 8 наблюдателей, в том числе в дальних районах, на Яхане, на Вархаламе, в Северо-Ивенском районе. Два человека находятся на мониторинге промысла креветки, один человек на мониторинге трубача. То есть работы ведутся и ведутся постоянно, целенаправленно. То есть некоторые люди у нас по полгода в морях проводят на мониторинге промысла. А кто эти люди, что за специалисты работают? Это биологи, которые много лет отработали в институте. И с молодыми, если честно, с кадрами определенная есть проблема, поскольку как-то не стремятся у нас на сегодняшний момент получить образование биолога. Или стремятся, но в основном женщины, которых в поля с определенными ограничениями можно отправить. Ну, в целом, то есть это люди, имеющие много публикаций, некоторые кандидаты биологических наук. То есть это обязательно, ну, в случае не просто исполнения технической работы, а выполнения именно анализов и так далее, это обязательно биологическое образование, соответственно, высшее. А за десятилетие наблюдений в Охотском море выделили ли вы какие-то тенденции, может быть, долгосрочные есть прогнозы по количественному соотношению обитателей нашего моря? Ну, вообще, в настоящее время есть такая теория, ну, как вы знаете, теория всеобщего потепления, которое, по прогнозам японских ученых, к 2050 году может привести к тому, что лосось как таковой, вот что касательно именно лосося, сместится именно на наши широты, поскольку всеобщее потепление приведет к оскуднению кормовой базы в районе как Камчатки, так и Сахалина. И, по их мнению, можно ожидать более массовых подходов, более масштабного промысла именно на территории как нашей области, собственно говоря, так и Чукотского края. А ваши наблюдения с этим совпадают? Ну, частично да, потому что последние два года, особенно по подходам к горбуши, носят достаточно своеобразный характер, поскольку они более многочисленны, нежели последние десятилетия, правда, не по всей области, а конкретно по заливу Шерихова. Поэтому частично, возможно, это и подтверждается. Но это все равно всего лишь теория. А что касательно других рыб обитателей? Другие водные ресурсы у нас находятся в стабильном состоянии, то есть мы не даем подрывать популяцию чрезмерным изъятием. Тенденция эта исходит и от головного института в НИРО, и от Федерального агентства по рыболовству. Поэтому в настоящее время основная позиция — это не навредить. С 40-х годов уже, да, здесь институт работает. Были ли за это время, может быть, какие-то критические ситуации, когда какой-то из видов были под угрозой исчезновения, может быть? Да, были. Например, может служить популяция корюшки в Тауйской губе, которая снизилась более чем в 6,5 раз и была под угрозой исчезновения. В настоящий момент популяция восстанавливается, учитывая постоянные запреты в Тауйской губе. И мы рассматриваем, что, возможно, года через 2-3 можно будет вернуться к ее промышленному, собственно говоря, освоению уже. Ну, опять же, это все зависит от и паводковой ситуации, в том числе, поскольку корюшка не вестится в реке, поэтому там сказываются и эти обстоятельства. По тем же лососям мы в 2013-2014 году, например, принимали решение о том, чтобы закрыть две реки полностью для промысла Олу и Яну, по большому счету до настоящего времени закрыта армань для промышленного рыболовства. Примеров, в принципе, достаточно много. А вот на популяцию влияет в основном человек или еще весомый вклад и природа вносит? Ну, здесь комплекс тех факторов, которые воздействуют на популяцию. Но, надо сказать, что если оценивать, то где-то 70 на 30. 70% — это влияние человека, 30 — это природное. Поскольку, ну, например, вот в настоящий момент, учитывая ту паводковую ситуацию, которая у нас сложилась в Таузской губе, есть определенные расчеты, которые позволяют говорить о том, что эти паводки нанесут определенный ущерб. Места нерестилищ, где горбуша уже отнерестилась, поэтому нам надо будет немножко увеличить то количество, которое должно пройти на нерест. Ну, там порядка на 20-30%. Точно так же, допустим, корюшка, когда заходит в Тауз на нерест, в случае, если воды очень много, она отметает икру на растения, которые после паводка засохнут, и, соответственно, это повредит популяции. Температура влияет. В определенной степени все влияет, но надо сказать, что в основном, конечно, все равно это влияние человека. Максим Николаевич, спасибо вам большое за беседу. Напомню, мы беседовали с руководителем Магаданского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии Магадан-Ниро Максимом Гороховым. Максим Николаевич, до свидания. До свидания, спасибо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!